Приветствую вас и единственный способ для того, чтобы получить возможность как-то повлиять на вашу дочь, как-то изменить все ее видения относительно данной ситуации, чтобы она вновь доверяла вам, чтобы прислушивалась к вам, чтобы ваше мнение для нее хоть что-то значило. Для вас единственный способ только один. Принять на данный момент ее поведение, хотя бы чисто внешне. Сказать, ну хорошо, дочь, мы понимаем, тебе так лучше, мы видим, что ничего сделать не можем, тоже так домой быть. Принять. Чтобы она расслабилась, чтобы не ожидала от вас постоянно, допустим, агрессии, в ее понимании агрессии, конечно же, чтобы не ожидала постоянно от вас каких-то осуждений, еще чего-то такого. Чтобы она расслабилась и начала с вами делиться. Начала с вами делиться тем, что она чувствует, о чем она переживает и так далее. И вот если она начнет делиться с вами вновь своими переживаниями, то вы как раз таки и сможете в этом случае как-то на нее влиять. Что-то я ей объясняю, что-то говорить, что-то показывать. Она вновь будет прислушиваться к вам. Но только в том случае, к сожалению, если не будет ожидать от вас ничего плохого. Пока, на данный момент, она знает, что вы не одобряете ее поведение. Она знает, что вы не любите ее мужчину. Она знает, что вы не приемлете то, что она делает и не согласна с ней. Отсюда любое ваше проявление, любые ваши слова, даже самые правильные, даже самые верные, будет восприниматься ей штыки просто из принципа. И вот этого-то и нужно избежать. Если вы хотите помочь своему ребенку, если вы хотите уберечь ее, желание это очень хорошее, желание это очень правильно. И ей повезло, что у нее есть такие родители, как вы. Но прямой конфронтацией, прямым неприятием того, что она делает, отсутствием диалога с вашей стороны, нежеланием принимать, хотя бы в данный момент, в данный момент то, что она делает, принимать ее выбор, тем этим вы только лишь ее от себя оттолкнете. И это сведет к минимуму вашей возможности по направлению ее хоть куда-нибудь. сведет к минимуму вашей возможности по донесению до нее той простой мысли, что мужчина, допустим, ее использует, мужчина, допустим, там что-то делает не так и так далее. Если вам действительно важно, чтобы ваша дочь была счастлива, постарайтесь ее принять. Постарайтесь принять ее на данный момент такой, какая она есть, с ее поведением, а вот в процессе взаимодействия с ней, ненавязчиво, в виде советов, в виде замечаний, в виде высказывания мнения, совершенно спокойного мнения, то есть без претензии на истину, без претензии на послушание и так далее. Постепенно внушайте ей, просто акцентируйте ее внимание на некоторых вещах, таких, как, например, вот отношения ее мужчины и так далее. И вот это на самом деле для вас единственный шанс, чтобы как-то надоумить свою дочь, чтобы как-то ее направить. Хочу заметить одну вещь, что она уже взрослый человек, и, скорее всего, решение будет принимать сам самостоятельно. И если вы будете, а я понимаю ваше желание ее защитить, уберечь от проблем, но если вы будете постоянно это делать, то человек сам никогда через определенные ошибки не пройдет. А это необходимо. Необходимо человеку самостоятельно пройти через определенные ошибки, чтобы извлечь опыт, свой собственный опыт. потому что пока вы пытаетесь поделиться с человеком своим опытом. А у принятия чужого опыта есть определенная планка. То есть человек принимает чужой опыт только до определенного предела, а дальше идет неприятие, так как разные ценности, разные взгляды, разные поколения. Вот вы же, когда писали свое письмо, вы же сами сказали, что разные поколения сложно улучшиться. То же самое справедливое отношение вас. У вашей дочери сейчас уже своя система ценностей, свои взгляды, как на жизнь, так и на будущее. И вот так вот сходу, откровенно, вам это все не поменять. И хорошо, что не поменять. Потому что, если бы вы могли это сделать, ваша дочь потеряла бы свою самобытность, потеряла бы то, что делает ее личностью. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.